Дорогие братья и сестры, сегодня праздник в честь Животворящего Христа Господня, который в церковном календаре звучит вот так, несколько витиевато, происхождение или изнесение честных древ Животворящего Христа Господня. Такое название потому, что это празднование возникло в конце первого тысячелетия в Константинополе, в столице Византии, где в приморском городе летом, жарко, к концу уже завершающегося летнего времени появлялись различные инфекции, эпидемии, болезни. И вот для утешения тех, кто лежал в немощи, из царской сокровищницы износился специальный украшенный крест, в который была вставлена частица подлинного Животворящего Христа, принесенного из Иерусалима. И вот с этим крестом торжественная процессия направлялась в те места, где было наибольше всего болящих, страждущих. Там их осеняли этим крестом. Затем возник обычай освящать воду и окроплять этой водой. Но затем, мы знаем, в 15-м столетии Константинополь пал, империя прекратила свое существование. Но этот праздник остался, и он вошел и в русскую церковную традицию, в нашу русскую церковь. И хотя в этот день еще потом прибавился обычай освящать мед новый, собранный, и получилось такое название «Медовый спас», Тем не менее, мы не должны забывать, что все это связано, этот сегодняшний праздник, вовсе и не с медом, и даже не с нашими болезнями, которые, как мы видим, всегда во все времена были, эпидемии, страдания какие-то физические. А этот праздник связан с тем, что является символом и свидетельством Божьей любви с крестом, на котором умирает Спаситель, чтобы взять и очистить, и омыть наши грехи своей любовью, жертвенной, любовью даже до креста, даже до смерти и смерти крестной. Древние боги язычников не желали страдать. Они как раз подвергали страданиям непокорных, неугодных, провинившихся. А Спаситель мира, пришедший во плоти, в Иисусе Христе, явил нам совсем иной пример страдающего, умирающего, смиряющегося, но и воскресающего, побеждающего человеческое зло и страдания своим воскресением. И это на самом деле доступно каждому человеку. Мы тоже с вами любим, любим своих жен, детей, мужей, близких, друзей. И очень часто страдаем от них, потому что у каждого из них свои недостатки, проблемы, немощи, трудности, сложности характера, а еще и обстоятельства встречаются в жизни, от которых всем бывает иногда не сладко. Но вот как раз взирая на крест Христов, будем учиться тому, что нам этим крестом показано. Прощать. Даже если тебе приходится мучиться, умирать, все равно надо прощать, не воздавать злом за злом, молиться за своих распинателей, как Сын Божий, как свидетельствует нам Евангелие от Луки. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И вот так происходит воскресение. Побеждает любовь, побеждает прощение, а это вечно, это невозможно убить. Зло, оно уничтожает само себя. Вот некая такая змея, которая поедает сама себя. А любовь, прощение, оно побеждает, оно торжествует. Как порой, мы знаем, засыхает зерно, вроде оно умерло, а потом из него пробивается новая жизнь. И вот этот праздник Животворящего Креста как раз и нам помогает в течение наших жизненных обстоятельств, нашей жизни, увидеть вот этот ориентир, к чему идти, к чему стремиться, как преодолевать все любовью, терпением, прощением. Это не просто праздник об исцелении болящих. На земле всегда будет какая-то немощь. Мы же живые существа. Любое растение, любой жучок, червячок, какая-то птичка, они уязвимы, потому что они живые. Так и мы, мы уязвимы. Но нам больше дано, и у нас больше возможностей. И если у нас что-то заболело или что-то у нас испытывает немощь, то это не повод для того, чтобы все остальное, что есть в нас, сразу забыть, забросить и жить только вот этой какой-то болью и проблемой. Есть более высшее в нас начало, и мы его должны поддерживать себе, поддерживать себе вот эту любовь, прощение, милость, заботу о других. Многие святые были инвалидами, были отнюдь не какими-то атлетами и героями, а были слабыми людьми, но и с сильнейшим духом, с великой любовью, милосердием. И они преодолевали эту немощь, и побеждали ее, и давали еще и другим, и силу, и наставление, и пример, и свои молитвы за них. Вот это и есть то, о чем сказал апостол Павел в сегодняшнем первом послании к Коринфянам в первой главе, что вот эта проповедь о Христе распятом для неудеев соблазн, для Эллина в безумии, да, это кажется для внешнего мира, для других принципов, какой-то глупостью, каким-то чем-то нерациональным, несуразным. Зачем любить? Зачем прощать? Зачем от кого-то страдать? Надо отбросить это, надо жить в свое удовольствие. Но нет, вот эта безумная проповедь о любви и прощении для мира сего, она как раз и исцеляет этот мир, и сохраняет его от конечного самоуничтожения, от того, что все сильные сразу победят и сломят слабых, забудут благополучные неблагополучных и страдающих, чтобы любовь все равно жила и царствовала в этом мире. Для этого Спаситель умер на кресте и напоминает нам об этом в своей церкви через свои празднования, обряды, молитвы и богослужения. Аминь.